Добрый день! 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 Но видя стандарты в работе, которые отличаются от моих подходов, я пока занимаюсь этим лично сам. 10-15 процентов. Представляете, какие это большие суммы. Вчера мы заслушивали исполняющего обязанности руководителя торгов. Он доложил, что за два месяца текущего года из 300 с лишним миллионов рублей снижение составило 3,5 процента. Всего лишь 3,5 процента, и то по двум договорам. Всего лишь по двум договорам. Все остальные договоры были, или все остальные конкурсы были расторгованы практически копейка в копейку в соответствии с техническим заданиям. Это, конечно, не совсем правильно. Это, наверное, снижает конкурентность определенную и, на мой взгляд, не отвечает духу вот этой конкурсной процедуры, которая задумана и заложена в соответствии с федеральным законом. Я за этим внимательно буду следить, и я думаю, что политику корректировки технического задания на самом раннем этапе буду продолжать. Почему я встречаюсь с муниципальным предприятием? Было очень много замечаний по линии госфинконтроля по поводу неэффективности работы муниципальных предприятий. Где-то эти выводы подтверждаются в результате личного собеседования, где-то мы не совсем согласны и ищем пути развития муниципальных предприятий. Должен вам сказать, что сейчас мы заслушали порядка 15 МП, и общий объем средств, которые они должны заработать, повысился на более чем 222 миллиона рублей. То есть буквально за один месяц мы скорректировали планы по зарабатыванию денег, по экономии, и таким образом в бюджет города дополнительно такие средства могут поступить. Мы изменили процент отчисления от прибыли муниципальных предприятий в бюджет города с 20% до 50%. Это тоже достаточно серьезная прибавка будет к тем задачам, которые предстоит решать. Следующий момент. Мы получили право распоряжения землей, вы знаете, и я планирую с этого года начать торговать на электронных площадках, на аукционах, участками земли под застройку. По самым скромным оценкам продажа 10 площадок под застройку может принести в бюджет города напрямую от 2 до 5 миллиардов рублей. А таких площадок можно подготовить достаточно много. Причем моя позиция заключается в том, что эти площадки могут осваивать не только самарские компании, но и любые другие. Московские, ленинградские, пензенские, саратовские. По большому счету, населению все равно кто строит. Населению, на мой взгляд, важно, чтобы строили быстро, чтобы строили качественно, и цена была как можно ниже. Меня самарский строитель упрекает в том, что такая политика может обрушить строительный рынок Самары. Я с этим совершенно не согласен, потому что, опять же, отталкиваюсь от интересов людей. Если квартира будет стоить ниже 55 тысяч рублей за квадратный метр, от этого выиграет только население, и от этого выиграет городской бюджет. Потому что, как я вам уже сказал, такие поступления масштабные, они обязательно будут, я вам это обещаю, придут к тому, что мы полностью решим проблемы, которые стоят перед городом. В том числе, мы можем влиять и на строительство очередных станций метро. Нужно эти деньги просто собрать. Ну и таких фактов, поверьте мне, достаточно много. Поэтому персонально занимаюсь вот такой плотной работой. Значит, ну то есть вот первая позиция – это обеспеченность бюджетная. Следующий момент – развитие города. Конечно, я так же, как и вы, вижу все проблемы, которые в городе есть. Должен ради справедливости сказать, что эти проблемы постепенно решаются. Допустим, лет 5-7 назад у нас город был весь темный, вы помните, да, не было освещения. Предыдущие администрации сделали город светлым. Если брать период двухлетней давности, годичной давности, у нас появилось большее количество хороших дорог при поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина. И тема актуальности хороших дорог в соцопросах с первого плана ушла на пятую-шестую позицию. Значит, нами эта политика будет продолжена. Мы в этом году реконструируем, значит, порядка 13 дорог. Ремонты начнутся уже с апреля месяца. В приоритете у нас дороги – это вот южное шоссе, это путепровод, южный мост с путепроводом, это дороги в старой части города, ну и ряд дорог в Кировском промышленном районе. Мы эту информацию публиковали, вы можете ее посмотреть на сайте, при желании мы можем вам, значит, об этом рассказать. Работа будет организована таким образом, чтобы причинить минимальное неудобство горожанам. Ну, понятно, что любая реконструкция, любые дорожные работы все равно будут вызывать определенные нарекания, но нужно просто потерпеть, потому что в этом году мы планируем достаточно ударно заняться ремонтом дорог. Кроме выделенных денег из вышестоящего бюджета и собственных средств, мы планируем привлечь дополнительные источники, порядка полутора миллиардов рублей, и взять дополнительно на ремонт заводской шоссе. Проектно-сметная документация по этому шоссе должна выйти буквально вот на днях. Там порядка миллиарда двухсот миллионов рублей оценивается реконструкция. Там будет освещение организовано, там будет организована ливневка и будет хорошее дорожное покрытие построено. Почему для нас важно заводское шоссе? Там находится куст промышленных предприятий, развитие которых сдерживается как раз отсутствием хорошей дороги. Я участвовал в нескольких совещаниях, где ряд крупнейших производителей отказывались от реализации инвестиционных программ в Самаре из-за того, что не было нормальных подъездов. Поэтому заводское шоссе с точки зрения развития промышленности, создания рабочих мест и поступления налогов в казну для нас крайне важно. Следующая дорога – это улица Фрунзе. Она пришла уже в такое ненормативное состояние. Мы с вами видим, ездим. Она проходит по исторической части города. Мы ее тоже в этом году постараемся восстановить. Это будет вторая половина лета. Проектно-сметная документация сейчас активно разрабатывается. Плюс к этому мы берем улицу в створе моста через Самару по улице Главной. И эта дорога ведет к южному выезду из города через 116 километр. Она тоже пришла в такую негодность. Очень много там ям, очень много разрушений дорожного палатна. Мы планируем эту дорогу также сделать в текущем году. Вопросы фасадов. Город из-за того, что фасады исторических зданий разрушены, облезлые, заклеены всевозможными объявлениями, смотрится очень неряшливо. Денег в бюджете недостаточно для того, чтобы одномоментно эти фасады восстановить. Хотя мы приближаемся с вами к чемпионату мира 2018 года. И нам, конечно, хотелось к этому периоду, чтобы город заиграл там как конфетка. Есть деньги федеральные, есть деньги региональные, есть немножко муниципальных денег, но это все капля в море. Поэтому мной ведутся переговоры с инвесторами. Сейчас уже более 20 инвесторов изъявило желание принять участие в восстановлении фасадов исторических домов. Мы берем на себя разработку проектно-смертной документации, получение разрешения в Министерстве культуры. А подрядчики или, скажем, инвесторы, они самостоятельно определяют, кто будет проводить ремонты фасадов и выбирают здание, которым хочется восстановить. Некоторые инвесторы готовы взять целиком здание в аренду долгосрочную и привести его полностью в порядок. Восстановление фасадов предполагается вести вместе с восстановлением крыш. Поэтому я думаю, что в конце апреля-начале мая мы увидим, как в старой части города появятся строительные леса, и эти работы будут развернуты. Планы достаточно серьезные. Где-то до 100 фасадов в этом году я планирую восстановить. Что касается уборки города, тема избитая, конечно, ее каждый год я специально посмотрел публикации по прошлому году, по позапрошлому году. Когда работал министром, как-то на это внимания не обращал, но едешь там, едешь, но видишь какие-то недостатки. А когда сам за это отвечаешь и понимаешь, что критика людей направлена в том числе на качество твоей работы, начинаешь просто анализировать, что изменилось по сравнению с прошлым периодом. И тут, конечно, открытий никаких я для себя не обнаружил, как в прошлом году, в позапрошлом, так и в этом. Граждане совершенно справедливо критикуют власть за то состояние, в котором город находится. Но ради справедливости должен вам сказать, что при том количестве техники, снегоуборочной или всесезонной, то, что делают работники МП благоустройства, на самом деле это, можно даже сказать, большой подвиг. Потому что нормативная обеспеченность в пять раз меньше, чем она должна быть. Я неоднократно заявлял на разных встречах, что у нас всего более 220, немногим более 220 единиц нормальной, современной, качественной техники. Всего там 300 единиц, из них вот 80, они подлежат уже списанию. Это, конечно, большая проблема. Поэтому переочередной задачей моей было выделение, нахождение выделения денег на приобретение спецтехники. Вот 52 единицы должны прийти к нам в апреле, техника всесезонная, за исключением нескольких комбайнов снегоуборочных. И мы вам ее покажем. Часть из них начнет работать уже в весенне-летний период, а часть будет задействована, конечно, зимой. Эта техника в течение года будет закупаться. Я думаю, что где-то до 400 единиц, то есть почти в два раза, мы доведем количество снегоуборочной или, скажем так, дорожной техники в нашем городе. Это, конечно, очень тяжело при существующем бюджете, но я твердо уверен, что мероприятия по экономии средств, по рациональному их использованию, они позволят мне деньги, необходимые найти. С Нового года у нас налог на собственность будет зачисляться в объеме 0,2%. Городская дума приняла такое решение. И в 2016 году у нас денег должно быть еще больше, потому что такой налог будет взиматься, в том числе, как вы знаете, с помещений, со зданий, не введенных в эксплуатацию. Это существенно должно пополнить нашу казну. Поэтому вот по снегоуборочной технике такая ситуация. И то, что делали люди в этом году, на самом деле я хотел бы их похвалить. Малым количеством техники, малым количеством людей они выполняли очень большую работу и продолжают ее выполнять. Здесь были, конечно, организационные просчеты, достаточно серьезные. На мой взгляд, не были заранее заблаговерены на подготовленные бригады, которые должны были заниматься очисткой крыш от снега и наледи. Мы эту ситуацию по ходу исправляли, как могли. Но, тем не менее, сходы снега происходили. Сейчас они тоже происходят, но уже в меньших масштабах, в меньшем количестве. Но это вот издержки того неудовлетворительного этапа подготовительного, который не был просто организован. По управляющим компаниям отдельная тема. Тоже говорил, еще раз повторю, компании были созданы 4 года назад. Это время было достаточно для того, чтобы зарегулировать их деятельность. Но вот оказывается так, что предметно компаниями управляющими никто не занимался. У нас есть компании, которые имеют там один трактор на 100 домов. Но я повторяюсь, наверное, уже кто-то слышал такие мои оценки. У нас есть компании, которые платят дворникам по 5 тысяч рублей в месяц. И, конечно, кого мы на эти деньги можем с вами найти. У нас есть компании, которые директорам положили оклады выше 100 тысяч рублей, которые публикуют поздравления от своего имени в дорогих газетах. Но на людей тратить не хотят. Поэтому в рамках лицензирования вся эта информация будет обязательно озвучена, доведена до сведения лицензируемой комиссии. И мы от таких компаний избавимся. Для того, чтобы жители не пострадали, нами принято решение о выделении пока 50 миллионов рублей для создания на базе двух муниципальных предприятий, предприятий, которые будут выполнять функции управляющих компаний, которые выпадут после лицензирования из процесса организации жизни наших жителей. Такую работу мы начали уже вести. И смею вас заверить, что к осени мы здесь порядок наведем однозначно. Кроме того, мы приняли решение о закупке спецтехники для всех учреждений социальной сферы. Я решил, что власть должна показать, как нужно бороться со снегом. Будут закуплены снегоуборочные комбайны для очистки тротуаров с тем, чтобы выпавший снег, дворники, закрепленные к социальному учреждению, могли показательно расчищать вот этой техникой, не знаю, как ее назвать, средством малой механизации, но не лопатами, не скребками, а именно хорошими такими комбайнами. Я думаю, это будет хороший пример. Порядка, значит, не ошибаюсь, 100 единиц таких снегоуборочных комбайнов будет закуплено. Это даст нам повод лишний раз обязать управляющих компаний приобретать необходимую технику. Значит, что еще хотел бы добавить. Вот вы знаете, что я совершал выезды по районам в январе, смотрел, как главы администрации справляются с уборкой снега. Значит, в этом году нами было выведено более 500 тысяч тонн снега. Это в два раза больше, ну сейчас уже больше даже, чем 500 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем было выведено снег в прошлом году. Это тоже показатель, это тоже факт, отрицать этого нельзя. И, конечно, мне так же, как и вам, так же, как и горожанам хочется видеть город чистый, без сугробов грязных на газонах. Но пока техника, силы нам это делать в полном объеме не позволяют. Максимально все, что нужно в этом году, будет сделано. Но прорыв серьезный будет зимой следующего года, если, конечно, каких-то катаклизмов глобальных не произойдет. Значит, мы отказались от посыпки центральных частей города песком, песчано-соляной смесью. Мы используем Бионорд. Это, конечно, дорого для нас. Мы его закупаем в другом регионе. Я дал поручение провести переговоры с Чапаевским заводом, который там сейчас законсервирован. Если нам удастся, значит, воссоздать здесь производство реагентов антигололедных, я думаю, этот завод будет интересен нашим соседям по ПФО. Вот такая работа тоже проводится. Но, тем не менее, это приводит к тому, что город будет более чистым, меньше будет грязи и меньше будет пыли, которой мы с вами привыкли дышать каждую весну на протяжении многих-многих лет. Но исключение составляет только ситуация с гололедицей, которая два дня нас беспокоит. Тут, конечно, пришлось немножко песка подсыпать. Но, опять же, это не те объемы, которые были раньше. Мы тоже с вами это должны понимать. Я принял решение осенью издать постановление о запрещении использования песчаной-соляной смеси в центральных районах города полностью. У нас используют в центральных районах осада такую смесь. Это Московское шоссе и Новосадово. Они обслуживают эти две дороги. Что еще по уборке города хотел сказать? Организована была работа таким образом, что часть центральных районов была отдана коммерческим структурам на уборку города, как суподряды нашего МП-благоустройства. Значит, эти предприятия наказаны за некачественную уборку снега. Им отфинансировано из общего объема 78-75% тех объемов средств, которые они должны получить. Такого тоже давно не было. Это вот как бы реалия. По управляющим компаниям было выписано более тысячи штрафов. Извините, более тысячи штрафов. Сейчас даже точно вам скажу. Шпаргалка какая-то у меня есть. 1095 протоколов. Было выписано 1095 протоколов. Но эти протоколы не в полной мере отражают количество, скажем, тех административных замечаний, которые были высказаны управляющим компанией. Потому что мы построили свою работу на том, чтобы сначала предупредить компанию. Если она в разумные сроки не устраняет нарушения, тогда уже выписывается, оформляется протокол и накладывается взыскание. Что еще можно добавить? По покупке техники скажу вам, что за последние годы это самое крупное приобретение спецтехники. Я считаю, что это правильная достаточно позиция, правильный путь. Мы здесь должны равняться на передовые территории, которые приводят свои города в хорошее нормативное состояние в более короткие сроки. По потребительскому рынку у нас 146 незаконных автостоянок. Я тоже об этом говорил на оперативных совещаниях. Ущерб от того, что они незаконны, составляет до 800 миллионов рублей в год. Это по приблизительным подсчетам. Моя позиция заключается в том, что Департамент потребительского рынка должен либо помочь легализовать эти автостоянки, чтобы деньги перечислялись в сказанную, либо мы эти стоянки будем оформлять в муниципальную собственность и создавать там собственные муниципальные стоянки. Тогда доходы будут полностью поступать в бюджет города. И, пользуясь этим случаем, хотел бы обратиться к тем людям, которые, может быть, хотели стоянки зарегистрировать, но в силу каких-то причин этого не сделали, такую работу сейчас организовать. Я не намерен мириться с тем, что деньги, которые должен город получать, непонятно куда уходят. По рекламе. Работа в прошлом году была организована очень серьезно в секторе наружной рекламы. Вы знаете, что было проведено 140 торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По ним было заключено 80 договоров на установку и эксплуатацию почти полутора тысяч рекламных конструкций. Объем поступления в городской бюджет по прошлому году составил 700 миллионов рублей. По заключенным договорам где-то от 90 до 100 миллионов рублей в год ежегодно будет поступать также в городской бюджет. В связи с тем, что в прошлом году полномочия по рекламе были переданы в сферу области, в сферу ведения области, конкретно в Министерстве имущественных отношений, мы с 1 января утратили возможность реагировать, в том числе и на размещение законной рекламы. Поэтому ваше замечание и критика в течение января и февраля месяца была вполне обоснованной, но она была не по адресу. У нас не было полномочий по сносу незаконной рекламы. Если вы помните, то в последнюю неделю декабря все перетяги, по моему указанию, когда еще были полномочия, они были срезаны. По улице Новосадовой одномоментно. И комитет по рекламе здесь отработал достаточно четко. Но с января месяца, если бы мы эту работу продолжили, нас бы наказали все, начиная от прокуратуры и кончая судами. Сейчас эти полномочия косвенным образом нам вернулись, но они не обеспечены деньгами, хотя мы получили 100 предписаний смены имущества о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Я намерен вернуть полностью на муниципальный уровень право распоряжаться рекламой, установкой рекламы и демонтажом. Это я сделаю в ближайшее время. Таким образом, город наведет порядок в этой сфере. К сожалению, вскрываются не очень благовидные факты, несмотря на позитив, который был в целом по городу в сфере рекламы. Есть и неблаговидные факты. Я написал заявление в полицию о нанесении ущерба бюджету городского округа в объеме 17 миллионов рублей за счет незаконных рекламных стендов. Это, конечно, сумма полностью не отражает ущерба, но это сумма, которую можно было посчитать. И у нас в ходе расследования выяснилось, что фирма, которая незаконно устанавливала рекламы, получила подряд на снос этих рекламных счетов. Вы тоже, наверное, об этом слышали и знаете. Эта ситуация будет в корне также изменена. Мы будем щиты разрезать с тем, чтобы они не подлежали дальнейшему восстановлению. Эта задача достаточно понятная, она легко реализуема. И здесь нам дополнительной помощи никакой не нужно. Мы в состоянии сами с этим разобраться. После возвращения полномочий на уровень города. По ритуальным услугам. Вы помните, что во время оглашения послания губернатора народу Самарской области были большие замечания, связанные с коррупционными факторами в сфере ритуальных услуг. По вступлению в должность, но и была назначена достаточно серьезная проверка этой сферы. Были определенные нарушения вскрыты. Во-первых, хочу сказать, что мест на кладбищах сейчас достаточно. Никакого дефицита нет. Отсутствие информации о достаточности мест выгодно тем ритуальным агентствам, которые зарабатывают на этом незаконные деньги. Мест на кладбище достаточно. Никакого ажиотажа, еще раз повторяю, здесь нет. Тем не менее, мы в рамках расследования понузили одну из коммерческих структур уволить директора. Хотя это коммерческая структура. Директор уволился, кто допустил злоупотребление при конкретном факте похорон, который озвучил Николай Иванович Меркушкин. Что касается нашего спецкомбината ритуальных услуг, мы там обнаружили скрытую рентабельность в размере 30%. Значит, мы на это указали, что эта рентабельность будет снижена. На этих услугах зарабатывать нельзя. Они должны быть приемлемы и понятны. К слову сказать, что минимальная стоимость похоронных услуг не превышает 20 тысяч рублей. То есть за 20 тысяч рублей можно похоронить близких по скромной процедуре, скажем так. Кроме того, мы обнаружили, что в договоре, который подготовило наше муниципальное предприятие, мелким шрифтом содержался отказ отряда бесплатных услуг. Ну знаете, вот как делают иногда недобросовестные финансовые учреждения, когда такой большой договор, и там какие-то приписки мелким шрифтом человек подписывает, потом оказывает, что он там в личной кабале. Так и здесь, когда человек приходил в состоянии вот в таком аффекта, может быть, когда ему необходимо похоронить родственника, конечно, он не читал, что написано мелким шрифтом. А там фактически отказ на оказание бесплатных услуг. То есть человек за это платил, вместо того, чтобы пользоваться услугами муниципального предприятия. Мы тоже от этого отошли. Кроме того, в рамках проверки было выяснено, что МП спецкомбинат порядка 10 миллионов рублей выводил сторонним организациям для того, чтобы силами сторонних организаций готовились могилы. Проверка показала, что могилы готовились с сотрудниками спецкомбината, то есть была такая использована достаточно простая схема вывода денег. По этому поводу все материалы переданы в правоохранительные органы, посмотрим, чем это завершится. Но такие вот нарушения нам найдены. Мы проводили совещание со всеми ритуальными агентствами, указали на необходимость соблюдения законов, и будем за этим внимательно очень наблюдать. Несмотря на то, что это коммерческие структуры, как вы понимаете, у власти всегда есть рычаги влияния на эти коммерческие структуры. И, конечно, речь о перераспределении каких-то потоков, о перераспределении каких-то бизнесов не идет. Речь идет о том, чтобы услуги оказывались качественно, грамотно и без излишних каких-то накруток. Вот такая наша позиция. Кроме того, мне директор департамента потребительского рынка доложил, что в МФЦ заведена такая услуга по похоронам близких людей. То есть мы можем, конечно, это звучит немножко, может быть, странно, но, тем не менее, через компьютер с дома мы эту услугу можем заказать, и автоматически государство поможет и определиться, ну, муниципалитет определится и с кладбищем, и с местом. То есть такая услуга, она тоже как бы есть. На наш взгляд, она снижает коррупционные факторы, но пока какую-то статистику привести я не готов, сработает это или не сработает. Все-таки мы понимаем, что это очень трагическое событие, и в первую очередь здесь, конечно, люди думают не о компьютере, а о том, как безболезненно, с меньшими потерями пройти этот период. Значит, какие еще моменты? Ну, по дорогам вот еще хотел бы вам добавить, что впервые за многие годы асфальтовые комбинаты, те комбинаты, которые здесь, значит, варят смесь, которыми вот дырки заливают, они были открыты раньше месяца, раньше на месяц, чем открываются обычно. Сейчас у нас работает семь машин, так называемых, самоваров. Достаточно быстро они устраняют дыры на дорогах, но мы понимаем опять же с вами, что это временная мера, и вот в режиме оттепеля и заморозок эти пломбы держатся недолго. Поэтому здесь мы, конечно, несем серьезные издержки, но еще раз хочу повторить, что в моих планах в максимальной сроке сделается наибольшее количество дорог. Перечень таких дорог у нас есть, рейтинг дорог мы видим, понимаем, и хватает просто денег и силенок. Но деньги появятся, появятся деньги, значит, у нас все с вами будет хорошо. Мы даже в этом году пошли на эксперимент, и многие из вас участвовали в выездном совещании, когда привезли инфракрасную машину, которая растапливала асфальт, и при минусовой температуре этот асфальт заплавляло. Конечно, производительность маленькая, на такой огромный город такой одной машины не хватает. Она нам была дана на тестирование. Мы очень внимательно посмотрим, значит, сколько машин таких нужно, и нужно вообще пользоваться такими машинами или нет. Качество и долговечность выше у таких заплаток, но вот производительность невысока. Да, вот по машинам хотел сказать, значит, тоже машины импортного производства, которые производят за рубежом, администрацию города покупать больше не будет вообще. Вы знаете, что я сам тестирую машину «Ладу Ларгас». Буандерсон эту машину передал в пользование до середины года. И я думаю, что моему примеру обязательно последуют все руководители районных администраций, все ответственные лица. Значит, всех будем пересаживать постепенно на ВАЗовские машины по истечению срока эксплуатации существующего парка. Это тоже, значит, факт уже состоявшийся. Вопрос по благоустройству важен. О нем много говорил губернатор. Мною подготовлено распоряжение о том, что сотрудники районных и городских администраций будут закреплены за территориями города. Дважды в неделю они будут совершать обход закрепленной территории. И у меня будет информация оперативная о том, действительно ли убираются угробы, действительно ли тротуары не скользкие, действительно ли нет сосулек на крышах. Вот это будет вменено в полномочия сотрудников. Мне нужна обратная связь. Мне ее сейчас очень не хватает. То, что я читаю в интернете, в блогах. Во-первых, у меня времени, конечно, коллеги, не хватает на это. Но мне этой информации недостаточно. Мне нужна всеобъемлющая информация. Рычаги финансовые у меня есть. Я хочу их очень эффективно использовать. Поэтому до 8 мая такая работа будет организована. Сначала мы будем следить за уборкой снега, потом будем следить за уборкой мусора, потом будем следить за приведением города в праздничный вид. Ну вот, наверное, кратко, что я хотел сказать. И, как я понимал, вас интересует, я изложил. Готов отвечать на ваши вопросы. Ну, начнем тогда. Так, пожалуйста, первый вопрос. Нехороший блогер, анализатор самарский. Я про город ничего говорить не буду тут. А вот политологическое сообщество, которым я, так сказать, принадлежу, ну, считает вас, так сказать, хорошим номенклатурным карьеристом, Олег Борисович, и, так сказать, не завлабом, что, так сказать, негативно. И многие считают вас преемником губернатора, если в дальние горизонты смотреть. Нет, в горизонты смотреть не надо. Значит, я хочу вам сказать, что вот эта работа, она двугодичная для меня, она достаточно тяжелая. Но я поставил перед собой определенные задачи, что мне хотелось бы оставить в городе. Олег Борисович. И об этом, пожалуйста, говорить не нужно. Ну, ладно, тот солдат, который маршерский жест не носит, так сказать, в своем ранце. Просто хотелось узнать, сейчас активизировались господа Гутенев и экс-мэр товарищ Азаров, вот как вы смотрите на это политическое. А в каком плане активизировались? Ну, как, они, так сказать, определенные заявления делают там по инициативам губернатора. Хотелось бы знать, как. Или вы, так сказать, чисто на хозяйственной работе. Владимир Степанович? Александр Ильич. Владимир Александрович. Я, честно говоря, заявлений в адрес города никаких не видел. С Гутеневым мы встречались месяц назад, с Азаровым тоже периодически встречаемся по вопросам развития города. Мне сложно оценивать, кто там какие кампании начал. Я полагаю, что все предыдущие мэры внесли определенный вклад в развитие города. И я уважительно отношусь к тем положительным делам, которые были совершенными. И моя задача, еще раз хочу сказать, за два года какой-то след позитивный в городе оставить. Ваш ответ не делом творил. Спасибо. Пожалуйста. Представьте, пожалуйста. У нас по вопросу не позволится. Первый касается... А. Спасибо. Первый касается ДК «Металлургов» и бывшая ДК «Октябрьский», если не ошибаюсь. Будет ли выкупать его город из частной собственности? И второй вопрос касается бывшего директора МПТТУ. Будет ли он возвращен на свою должность? Потому что по предварительным данным, которые у меня сейчас есть, проверка, по сути, не показала ничего страшного, никаких нарушений с его стороны. Если не считать того, что водителю этого трамвая, который попал в трагическое ДТП, не выдали какие-то там калоши специальные. И все, собственно, все остальное там, у вины там не было никакой. Спасибо. Моя задача вернуть в муниципальную собственность максимально то, что было роздано в предыдущие годы. И еще раз хочу подчеркнуть, что я ставлю амбициозные задачи по сбору достаточно больших средств в бюджет города, которые должны позволить нам всю ту инфраструктуру, которая у нас с вами существовала, ее содержать в достаточно хорошем состоянии. Мы ведем переговоры по Шибке, по кинотеатру Шибка. Вы знаете, это наиболее такой больной для нас объект. Я думаю, что решение будет найдено. Нас в этой работе поддерживает очень активно губернатор Николай Иванович Меркушкин. До остальных ДК руки обязательно дойдут. Последние годы политика восстановления дворцов культуры носит системный характер и достаточно последовательный. Она будет продолжена, безусловно, однозначно. Но должен сделать небольшую реплику вам по поводу возврата в муниципальную собственность, то, что было роздано, быть может, раньше. У меня большие претензии к самарским коммунальным сетям. Они взяли у нас в аренду на 35 лет водоканал. Они собирают ежегодно более 3 миллиардов рублей взносов с населения. Причем тарифы они подминали на 35%. По их инвестиционной программе они должны были вложить 5 миллиардов 200 миллионов рублей в развитие сетей. Вложено всего 400 миллионов, менее 8%. Почему у нас трубы рвутся? У нас же трубы никогда так не рвались, как в этом году, как в прошлом году. Потому что их нужно ремонтировать. Когда люди сюда заходили, они четко отдавали себе отчет в том, в каком состоянии находится город. Сейчас происходит, что они латают дырки. Латают, кстати, очень быстро. Молодцы. Но трубы-то они не прокладывают. Мы строим дороги. В следующем или через два года они захотят тянуть трубы, и они весь город перекопают. Мне вот их ситуация совершенно непонятна. У нас запланировано заседание коллегии администрации города в марте. Мы послушаем, как они исполняют свой инвестиционный договор, что им мешает эти деньги вкладывать, куда вообще они эти деньги направляют, на какие цели. Мне, как главе администрации города, это непонятно. Поэтому моя позиция заключается в том, что при грамотном директоре водоканала мы могли бы самостоятельно эти деньги собирать и инвестировать под руководством города в развитие сетей Самары. Сейчас я этого не вижу. Я эти вопросы задавал Бирюкову. Но договор на 35 лет заключен. Я думаю, что мы будем понуждать их все-таки вкладывать деньги в развитие города в рамках тех договорных обязательств. Если мы столкнемся с тем, что они будут категорически отказываться выполнять инвестиционный договор, мы будем искать другие решения этого вопроса. Но просто зерцать на то, что трубы рвутся по несколько раз в день, обвиняют в этом администрацию города, послушайте, коллеги, но это по меньшей мере несерьезно, это не по адресу обвинения. Поэтому мы намерены спросить СКС на предмет, который я сказал выше. А что касается педагогов? Он не будет возвращен на эту должность. Очень много ЧП происходит. Это говорит об отсутствии контроля как за подготовкой специалистов, так и за качеством трамваев, которые выходят на маршруты. Документ пока не подписан, но он будет подписан в ближайшее время. Здравствуйте, Олег Борисович, Константин Сурков, портал Неслухи.РФ. В конце прошлого года управляющий компанию «Коммунальник» и компанию «Рассвет» приобрел нижегородский бизнесмен Дмитрий Брагин. В начале января во время инспекции районов вы подвергли критике работу компанию «ЖКС» в корне, которая также уходит в Нижний Новгород. Я и процитирую ваши слова. Если выяснится, что деньги уходят из города, последуют серьезные расплаты за это. Если выяснится. Вам дорого это обойдется, я сказал. Да, совершенно верно. А не расплата. Недословно. Вопрос в следующем. Удалось ли выяснить, куда выводятся деньги и планируется ли ослабление влияния нижегородских бизнесменов на коммунальный рынок Самары, в том числе путем муниципально-управляющей компании? Спасибо. Две муниципально-управляющие компании, точнее, два МП будут наделены этими полномочиями. В ближайшие дней 10 деньги мы в бюджете заложили, я вам об этом говорил. Это только часть денег, 50 миллионов рублей. Мы порядка 200 миллионов будем инвестировать в эти компании. Мы подхватим жилой фонд 6-7 категории, это дома старой части города, и подхватим те дома, которые освободятся после отсеивания в результате работы линицизионных комиссий с рынка Самары. То, что компании нижегородские или там самарские, по большому счету, разницы не имеют, нам важно, чтобы житель, выходя из дома, мог идти по чистому тротуару, и любые замечания по качеству жизни управляющие компании восстанавливали, реализовывали достаточно быстро. Вот это самое важное. Поэтому совершенно не интересно, где компания зарегистрирована, интересно только, как она работает и насколько она честна с населением. Значит, проверка проводилась прокуратурой города Самары, проверка проводилась, значит, инспекцией труда Самарской области. Там вскрыто определенное нарушение, возбуждено одно уголовное дело, но проверки не закончились. Потому что на период… Относительно ЖКС, правильно? Что? Относительно ЖКС. Есть ЖКС, есть Альтернатива, есть ВАСКа, то есть там выявлено нарушение, ну, вот есть даже причинение ущерба там на четверть миллиона рублей, 256 тысяч. Ну, как бы это все пока вершина айсберга, потому что проверка будет уходить вглубь, счетная палата к этой работе подключена, наша региональная. Поэтому мы еще ждем определенных открытий в этой связи. Есть ли управляющие компании? Я должен сказать, что мы проверяли шесть компаний, по-моему, по моей просьбе, всего лишь шесть. И должен сказать, что тоже я от этого не отступлюсь, и мы обязательно порядок в этом плане наведем. Мы зададим просто стандарт управляющим компаниям, в рамках которых они обязаны будут работать. Тот, кто в эти стандарты не будет вписываться, значит, мы просто их будем потихонечку выдавливать с рынка. Другого здесь не данное. Но пока не выяснили, да, куда вводятся деньги? Давайте дождемся расследования окончательных, да? Отлично, хорошо. Хорошо. Здравствуйте, Эхо Москвы в Самаре, Егор Милоконин. У меня два вопроса. Первый касается бюджета. Вы тут много говорили, там 200 миллионов, 5 миллионов, 7 миллионов. Ваши предшественники говорили, что в городе остается всего лишь 7,5% от собранных налогов. Не проще ли вам добиваться того, чтобы оставалось больше, чтобы не ходить с протянутой рукой перед правительством, губернатором и так далее, чтобы оставалось 10, 15, 20, а в идеале, наверное, треть. Это первый вопрос. И второй вопрос. Насколько самостоятельны вы в принятии кадровых решений, учитывая, что этот пост вы получили не на всенародных выборах, а все-таки по результатам работы специальной комиссии и по предложению губернатора? Спасибо. Хорошие вопросы. Город, ну можно бесконечно долго воевать, добиваясь перераспределения налогов в пользу города. Но я в самом начале достаточно четко сказал, что резервов в городе, которые не используются, очень-очень-очень много. Вот по моим оценкам, в результате той политики, которую я провожу, лично пока, мы соберем дополнительно миллиард рублей в бюджет города. Значит, с передачей полномочий земельных в адрес муниципалитета мы с вами сумеем проводить аукционы на право предоставления площадок под застройку. Значит, одна площадка стоит там от 300 до 600 миллионов рублей. Ну, я уже не буду повторяться. Поэтому это очень серьезный источник поступления доходов. Помимо этого, часть федеральных земель переходит в собственность введения, скажем так, муниципалитета. Это значит, что земельный налог по этим объектам будет также зачисляться в городской бюджет. И, повторюсь, с Нового года налог на недвижимость тоже в размере 0,2 процента, там на переходный период, он будет поступать в городской бюджет. Наша задача – максимально эти налоги собирать. Деньга в городе предостаточно. Вот предостаточно, мы просто их не можем собрать. Поэтому буду нацеливать всех на то, в том числе и налоговую инспекцию, чтобы налоги максимально собирались в городском бюджете. Вы же видите, что в январе нам удалось найти 200 миллионов рублей, да, и мы сразу объявили конкурс на приобретение спецтехники. Это не последние суммы. Должен сказать, что у нас появился дополнительный источник – это отчисление от патентов с иностранной рабочей силы. Значит, вот сейчас собрано 20 миллионов рублей в региональный бюджет, из них 18% падают на город, ну, грубо говоря, 4 миллиона рублей. Значит, я должен сказать, что пока ФМС работает недостаточно активно в этом плане. Вот на предыдущей должности мы создали инфраструктуру, которая бы позволяла оказывать услуги мигрантам без очередей. Вот, купили современные комплексы Папилоны, многие из вас видели эти комплексы, но они работают сейчас только в интересах одной организации. В ГУП, так называемая организация ИО, вторая столица. Я обязательно проеду, посмотрю в апреле, что там творится. Если там будут опять бесконечные очереди, в результате которых месяцами люди не могут получить, месяцами, коллеги, я подчеркиваю, я с этой темой знаком как министр, экс-министр труда. Месяцами не могут получить патент, да, я готов докладывать об этом и Сергею Яковлевичу Чабану, и губернатору Николаю Ивановичу. Буду расценивать это просто как саботаж той политики, которую проводит губернатор на территории области. Область запланировала получение полутора миллиардов рублей в этом году от этой деятельности. В прошлом 300 тысяч мигрантов к нам приехало, вот умножьте 300 тысяч на 2,5 тысячи рублей стоимость патента, мы уже получим сколько с вами? 300 тысяч на 2 тысячи и на 6 месяцев средний срок пребывания мигрантов, да? То есть там вообще под 8 миллиардов всё получается, а область запланировала только полтора миллиарда. То есть рынок здесь достаточно большой. Москва собирает 12 миллиардов с патентов, а мы 600 миллионов только в прошлом году. Это связано только с нежеланием ФМС организовать работу так, как это нужно организовывать. Министерство труда в своё время необходимое все процедуры сделало, но до сих пор уполномоченная организация не создана. Тоже, значит, вопрос, почему она не создана. Уже сейчас приезжают мигранты, но вот вы можете запросить в Министерство труда, сколько мигрантов приехало и сколько из них оплатило патент. Я думаю, что вот 20 миллионов, которые сейчас причислены в бюджет, это треть от того, что должно было поступить по состоянию на 1 марта. Поэтому для нас это тоже серьёзный источник доходов. Я ставлю задачу перед нашим департаментом финансов собрать как минимум 200 миллионов рублей. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, значит, надо научиться работать в городе тем, кто обязан считать деньги, их собирать, экономить. Я поеду в Москву, и я знаю, кого пригласить сюда. Понимаете, люди будут участвовать, застраивать, строить будут очень быстро, качественно. И смею вас уверить, что цена в целом должна опуститься. Какой вопрос там? Кого вы хотите пригласить? Ну, я не могу сказать, кого. Но я знаю, что в Москве есть большая потребность в загрузке своих мощностей строительных. Поэтому приедем. Ну, сейчас все говорят о том, что есть, ну, кризис очень сильно ударил именно по строительной отрасли. И именно сейчас идёт достройка старых проектов, а новые никто не собирается заявлять. Ну, вот у нас, я могу вам сказать, буквально месяц назад только 10 площадок было выделено под застройку, значит, в городе на безвозмездной основе. А претенденты на них есть? Что есть? Ну, они выделены, а претенденты есть? Ну, давайте мы с вами попробуем, давайте мы с вами попробуем, да, посмотрим, что получится. Я уверен, что придут. Город очень интересный, город достаточно богатый. Вот, рынок здесь сравнялся по цене с квартирами в других регионах, поэтому, значит, стройка будет проходить. Касательно вашего второго вопроса, значит, смотрите, я здесь абсолютно свободен от какого-либо давления в плане назначения людей. Самая большая проблема найти людей, которые бы были профессиональными и которые не были бы, скажем так, замешаны в каких-либо сомнительных вещах. Вот, поэтому процесс идёт, процесс идёт неторопливо, у меня есть, так сказать, целая обоима людей, которых я могу пригласить на разные должности, но я исхожу из того, что люди, которые отработали как минимум 4 года в городской администрации, более компетентны. И если они сумеют свою компетентность доказать и профессионализм, они останутся на работе. Если не сумеют, ну, я от них освобожусь. Для каждого из сотрудников, в котором я сомневаюсь, я устанавливаю определённые, ну, понятно, что это не публичная установка, но для себя внутренние я определяю периоды и задания, которые человек должен выполнить. И по выполнению смотрю, по пути нам с этим человеком или нет. Меня зовут Елена Антонкина, газета «Коммерсант» в Самаре. У меня вопрос тоже касающийся строительных площадок. Вы сказали о том, что их достаточно много в городе, однако предыдущие власти неоднократно заявляли о том, что свободных строительных площадок в городе нет. Откуда вы их будете брать? Это будут уже застроенные территории. И если да, то в этом случае, как вы будете искать застройщиков на них, потому что это тоже довольно большая и объёмная тема. То есть, чтобы освободить площадку, застройщику нужны средства, а ещё платить мэрии за аукцион. То есть, каким образом вообще эта политика земельная будет выстраиваться? Ну, муниципалитет до недавнего времени распоряжался площадками, которые были оформлены на муниципальную собственность. Те площадки, которые были не разграничены, то есть не относились ни к региональной, ни к федеральной, ни к муниципальной, ими распоряжался областной Минстро и областное Минимущество. Сейчас эти полномочия перешли к нам. Таких площадок ещё достаточно здесь. Вы в скором времени всё это увидите. Я думаю, что мы выйдем в конце мая, в начале июня на такие аукционы. Андрей Неретин, газета «Хронограф». Вот сейчас вот у вами было заявлено, что на базе двух муниципальных предприятий будет создаваться управляющая компания, муниципальная причём, и под это будет выделено 50 миллионов рублей, вот, так понял, как минимум. И вот хотелось бы узнать, на базе каких вот двух муниципальных предприятий всё будет создаваться, что она будет представлять, эта компания, и, соответственно, на какие именно задачи планируется израсходовать эти 50 миллионов рублей? Ну, первая компания – это жилсервис. Мы вчера собеседование с директором провели. И вторая компания будет определена, я думаю, что сегодня-завтра. Я пока не хочу называть её, потому что мне нужно пообщаться с директором, посмотреть, насколько он эффективный менеджер, но, как бы, я понимаю реально, что это за компания. Они существуют, они наделены будут дополнительными полномочиями. Деньги будут направлены на приобретение спецтехники и на расширение штатного расписания тех же самых дворников, в котором будет установлена нормальная заработная плата. Это первый только транш. Вообще до 200 миллионов рублей мы поднимем финансирование вот на начальном этапе этих компаний. Так вот, молодой человек, давно тянет руку. Представляйтесь, пожалуйста. Денис Саровскат. Олег Борисович, а как бы Вы могли, наверное, провели аудит, оценить наследство Вам, доставшееся? Потому что, допустим, Дмитрий Игоревич, сидя в этом же зале, после вступления в должность, рассказывал нам, как его предшественники ураганили там где-то миллиарда на два с половиной перед уходом. Сейчас всплывает много интересных историй, что где-то с сентября по декабрь, тоже по ураганили немало, навыдавали кучу разрешений на строительство странных. Вот это вот история с тихим согласованием ПТС в качестве ЕТО. Вот из этой же оперы. Поэтому очень много странных подписей, которые вызывают у людей вопросы. Вот, кстати, могли бы Вы рассказать, что там с ПТС наконец-то решено? Остановили ли это соглашение, отменили, или все-таки удалось договориться со структурами господина Виксельберга по каким тарифам городу все-таки жить и кому что выгоднее? Ну и общая оценка по, скажем так, деятельности окончания периода правления Дмитрия Игоревича и периода некого безвластия, где господин Карпушкин уже исполнял обязанности. Спасибо. — Хлёстковый, Денис. Но я никогда не оценивал и не собираюсь оценивать предыдущих руководителей. У каждого руководителя свои задачи, свои возможности. Могу только сказать, что город приобрел прекрасную набережную, много дорог было сделано, тротуаров, вот из положительного. Прекрасный памятник Засекину, его я особо хотел бы выделить. Поэтому вот я вижу позитивное в первую очередь. Что касается, значит, периода там временного какого-то, период был, тем не менее, под контролем. Он управлялся, Карпушкин возглавлял, значит, город. И я думаю, что в рамках своих компетенций он принимал разумные управленческие решения на тот момент. Что касается ООПТС. Я раньше говорил, и сейчас подчёркиваю мою принципиальную позицию, что решение было поспешное, оно было непродуманное. Тариф, на мой взгляд, не совсем отражает те реалии, которые существовали в городе. В настоящий момент ситуация не разрешена. Я знаю, что в ОТГК ведёт переговоры при участии крайнего министра ЖКХ и энергетики с рядом оборонных предприятий, которые в большей степени пострадали от введения этого тарифа. Значит, сейчас есть компромисс, но, опять же, я официальных бумаг не видел, но есть компромисс с СКБ «Прогресс» по компенсации или, скажем так, по взаимному урегулированию вот этих проблем, возникших с повышенным тарифом. Другие оборонные предприятия пока не высказали своего мнения. Ну, наверное, здесь действовать нужно было немножко по-другому. Сама процедура назначения ПТС была проведена с нарушениями. Там было всё сделано ищи тихаря, и не соблюдая прописанные законные регламенты. То есть, это незаконное было согласование. Само согласование было незаконным. Так, может быть, всё-таки не только искать компромисс, а для начала отменить действие этого соглашения, ну и запустить тогда процедуру заново. Потому что, согласно тем процедурам, которые были проведены чисто, у нас ЕТО должна быть в ОТГК. И, собственно, почему господин Виксельберг, владея той и той структурой, выбирает просто ту, где ему выгоднее, но не выгоднее горожанам и городу? Ну, может быть, всё-таки тогда власть должна быть жёстче в отстаивании этих позиций. И если вот они так с трудом идут на нахождение компромисса, ну, значит, и не надо с ними его искать, а просто надо указывать, где этот закон был нарушен, и призывать соблюдать этот закон. Ну, может, вы и правы, Денис. Но эта работа ещё не завершена, ведутся переговорный процесс, в том числе с участием губернатора. У Николая Ивановича очень жёсткая и чёткая позиция по этому поводу. Если компромисс не будет достигнут с оборонными предприятиями, в первую очередь, потому что процедура отзыва ЕТО достаточно сложна, тогда, значит, будут использованы другие сценарии. Вот так я вам бы ответил на этот вопрос. Ну, а всё-таки вот с теми ещё... Ну, вы оценили только... Ой, извините. Вы оценили только положительные какие-то моменты, памятник Сосейкину там и так далее. Но, тем не менее, вот на выдавание куча разрешений, за которые отвечать и разгребать вам. Вот сейчас вот идёт застройка восьмой просеки и солнечной. Там даже то ли залезли на территорию детского сада, восемнадцатиэтажную башню хотят воткнуть. Ну, по крайней мере, вот он, забор детского сада, и вот она, стройка. Это нормально. Та же самая история, по-моему, Антона Васенко, 22-й партия. Ну, куча каких-то, знаете, минимум мутных, можно их так назвать, разрешений на строительство и всякие действия от ваших предшественников, за которые тогда отвечать придётся уже вам. Потому что сейчас вот это всё начнёт разворачиваться, вот эти подводные мины, в которых, кстати, ваш предшественник не стеснялся обвинять своего предшественника. Ну, это нормальная практика. Люди-то всё равно вам будут адресовать. Значит, будем отменять разрешения. Если они с нарушением выданы, нарушают законные права граждан, такие прецеденты уже есть, несколько разрешений было отменено. Поэтому, ну, что тут. Значит, ошибочно были приняты решения. Спасибо. Олег Кузнецов, ТЭР. Олег Кузнецов, вопрос по поводу оптимизации. То есть, ну, вот в последнее время часто появляются сообщения о 10% сокращении зарплатных президентов и прочее. То есть, вы планируете свой оклад урезать подчинённых? Говорят, что вы планируете в пятницу рабочий день удлинить, сокращение отменить. Ну, и если серьёзно, на ваш взгляд, какие департаменты администрации наименее эффективны и тоже в отношении муниципальных предприятий? Интересно, откуда вы информацию черпаете? Мы что, правда собираемся отменить сокращенный день? Коллеги, ну, я уже говорил о том, что 20% сокращение, оно состоится, что бы это ни стоило, как бы, да, и кто бы как бы чего не хотел. И далее будет уменьшено количество департаментов. У нас сейчас 21, скажем так, такая структура управления 21, структурное управление будет 14. В два раза мы уменьшим. Это будет тоже в ближайшее время опубликовано. Структура готова. Сейчас я ещё взвешиваю потенциал людей, которые могут эти структуры возглавить. И я думаю, что в ближайшее время на рассмотрение городской думы эта структура будет представлена. Вот таким образом. Зарплаты у муниципальных чиновников не очень большие, честно хочу сказать. И я не вижу смысла их сокращать. Люди должны работать всё-таки за какие-то деньги, которые обеспечивают нормальный уровень жизни. Зарплаты здесь небольшие. Наталья Крайнова, Волжская коммуна. Может быть, хотелось бы услышать поподробнее всё-таки про структуру, которая будет опубликована, на что собираетесь делать акцент. И второй мой вопрос. Грядёт, ну, идёт реформа местного самоуправления. Общая концепция понятна. То есть, к чему мы стремимся, понятно. Хотелось бы услышать о конкретных шагах, потому что придётся организовать работу районных администраций по-новому. Откуда будете черпать источники финансирования? Какие полномочия планируется, в общем-то, передать на районный уровень? Ну, то есть, вот, философия не нужна, а хочется узнать конкретику. Спасибо. Ну, это тема отдельной пресс-конференции. Давайте мы это оставим немножко на потом. Вот мы в пятницу дождёмся слушаний, да? В пятницу у нас, по-моему, 13-го, да? Дождёмся слушаний, посмотрим, какие будут внесены коррективы. Ну, должен вам сказать, что это, несмотря на то, что вот ряд ваших коллег критикуют за это власть, на самом деле это более прагматичная и более управляемая структура, нежели та, которая была. Здесь действительно будет представлено, вот я так пафосно скажу, народовластие будет организовано, и я думаю, что вот с таким количеством, с таким составом людей мы сможем сделать гораздо больше. Вот я в это верю. Потому что я проходил, я работаю здесь с 91-го года, я начинал работу в городской администрации, я застал тот состав, значит, городского совета, Кубышевского городского совета народных депутатов. Кстати, 25 лет вот исполнилось недавно, да? Очень был интересный такой совет, и люди очень принимали важные решения для развития города, в том числе приняли решение о возврате исторического имени. Вот это была такая модель народовластия, очень искренняя, очень честная, немножко наивная, романтичная, но очень правильная. Я думаю, что вот двухуровневая система управления, она позволит нам таких людей притянуть во власть. Алик Борисович, что-то снова философия. Скажите, пожалуйста, поподробнее про источники финансирования. Рассматривается сейчас вопрос передачи нескольких налогов, в том числе земельный налог, значит, налог на недвижимость, на уровень, ну, в смысле, на районный уровень. Создана рабочая группа под моим председательством, которая должна все эти варианты оценить, посчитать. Мы должны обеспечить равномерность поступления этих денег, да, и сбалансированность. Потому что, понятно, там промышленные районы, или Красноглинский район, или Самарский район, они все разнятся в силу определенных причин. Вот для того, чтобы соблюсти некую такую справедливость и дать возможность людям заниматься качественными вопросами благоустройства и жизни людей в конкретном районе, мы должны взвешенно к этому подойти. Ну, я готов на следующей пресс-конференции рассказать об этом поподробнее. Когда завершатся, завершит свою работу группа. Ну, и на первый вопрос, на мой, вы все же не ответили по структуре, от каких департаментов, в первую очередь, хотите отказаться, на каких сделать упор. Дождитесь, дождитесь всему свое время. Спасибо. Так, вот, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Олег Борисович, Дмитрий Кутуков, блогер. У меня к вам вопрос по дворовым спортивным объектам. Как вы видите работу по ним? То есть, это ледовые катки у нас, это зимой все плохо с ними было, это турники, это баскетбольные площадки, ну и так далее. То, что во дворах, как вы видите, работу по ним? Спасибо. Ну, очень хорошая была работа, организована в свое время по созданию вот таких ледовых катков. Значит, благодаря, кстати, вот вашим публикациям, взыскание получил руководитель департамента физической культуры и спорта за отсутствие должного внимания к содержанию катков. Потом он через неделю доложил, что все там исправилось, но больше публикации не видим. Значит, безусловно, такие спортивные объекты, они будут развиваться в городе однозначно, вот, и мы на это будем находить необходимые ресурсы. Вопрос организации порядка на них, его предполагалось решить за счет выделения субсидий общественным организациям в том числе, да, но как-то вот с широкой поддержкой эта работа не получила. Я склонен думать, что это связано с тем, что не были проинформированы общественные организации, которые могли бы на себя это взять, о таких возможностях. Я думаю, что такая работа будет нами проведена, вот, деньги, я еще раз скажу, заложены в бюджет, и мы будем силами общественников, доплачивая им, приводить эти площадки в нормальное такое состояние, чтобы за ними ухаживали. Безусловно, эта работа будет проводиться однозначно. У нас, если не ошибаюсь, или 72, или 82 площадки в этом году должны быть открыты. Кстати, по ним тоже падение составило, вот, несмотря на то, что кризис, и много, так сказать, импортных комплектующих там, значит, на 15 процентов. На уровне подготовки технического задания у нас уже на 15 процентов цена упала. Обязательно будем делать. Ну, Елена Александровна, тут уже время. Да, может быть, еще один вопрос. Вы же один задали. Вот, пожалуйста, еще девушка там натянетесь. Лариса Дядякина, Самарская газета. Олег Борисович, что Вы думаете об идее объединения вузов? Да, вопрос такой наболевший, да? Вот, ну, вот смотрите, какая ситуация. Я сам закончил авиакосмический авиационный институт тогда, факультет, значит, системотехнический, инженер по прикладной математике. Закончил его с отличием. Вот, и являюсь, конечно, патриотом Куйбышевского авиационного института. Но, тем не менее, вот та ситуация, которая сложилась сейчас в сфере высшего образования в области, она требует объединения вузов. Это вызывает раздражение очень многих. Вот я читал, что порядка 20 тысяч студентов подписались под петиции с тем, чтобы не допустить этого объединения. Есть консервативная часть вузов, которая выступает против этого. Но мое глубокое убеждение, несмотря на то, что я, еще раз хочу сказать, я патриот там авиационного института, я глубоко убежден в том, что вузам надо объединяться. Если мы хотим быть действительно конкурентоспособными, если мы хотим развивать наши вузы, другого у нас выхода нет. Я просто хочу напомнить всем вам, что вот в истории Самары, Самара стала Куйбышевым тогда, когда соглашалась на какие-то рискованные проекты. За некоторые проекты она билась изо всех сил, Самара. Вспомним, например, создание ЦСКБ «Прогресс». Ведь могли в любом другом городе это заведение построить, да, это предприятие построили у нас. Вспомните там шоколадную фабрику «Россия». Тоже все помнят историю, куда ее хотели, где ее хотели разместить, но куйбышевцы добились, чтобы она была здесь. Автоваз. Вот у нас есть шанс продолжить эту практику, быть в числе тех, кто формирует в том числе стандарты высшего образования. И я считаю, что определяющую роль здесь должны играть не студенты, как, может быть, это не странно покажется, а выпускники вузов, которые помнят, какими были политех, КУАИ, госуниверситет, до лет 20 назад. Мы, кстати, недавно с ними собирались, и они все однозначно сказали, что другого пути для того, чтобы сохранить высшее образование на достойном уровне, у Самары просто нет. Вузы должны объединиться. Сохранив свою самостийность, концептуально предлагают, чтобы были академии, чтобы был некий холдинг, объединяющий эти академии. Может быть, таким путем. Но без объединения мы с вами не сможем двигаться дальше. Посмотрите, куда у нас поступают выпускники наиболее престижных образовательных учреждений. Возьмите гимназию номер один, возьмите сам ЛИД, возьмите МТЛ и ряд других учебных заведений. Куда они едут поступать? Какие вузы? Какая база материальная? Какой профессорско-преподавательский состав? Ведь раньше такого не было у массового исхода. И кто приезжает на замену к ним сюда, и насколько опускается средний балл, входной балл в каждом из этих учебных заведений? Не замечайте этого, просто обманывайте самих себя. Я думаю, что выпускники вузов, которые помнят, как я уже сказал, какими были эти учебные заведения лет 20 назад, они, наверное, выскажут свое мнение. И это мнение будет в поддержку той концепции, которая сейчас разрабатывается. Другого вопрос нам не дано. Вы средние учебные заведения, которые в виде него тоже объединяются? Это не решает, что работают в общество. Это тренд? Ну, может быть, может и тренд. Я хочу сказать, что на заре перестройки, что ли, или после перестройки, у нас же было два разных предприятия – ЦСКБ и Прогресс. Они же объединились. А сколько было копьев сломано? Ну, помните, может быть, или ваши родители помнят, сколько было копьев сломано по поводу того, что этого нельзя делать. Но они объединились и усилили позиции этого предприятия на федеральном уровне. Есть примеры другие, что с Винтаем, по-моему, СНТК Кузнецов не объединились. И что мы с вами видим? Как Винтай развивается, как с НТК Кузнецова развивается. Поэтому шансы даются, их надо использовать и двигаться вперед. Мое глубокое убеждение. Вот на этой ноте позвольте итог нашей беседы подвести. К сожалению, в силу графика мы должны встречу нашу сегодняшнюю закончить. Но будем приглашать вас также и в дальнейшем систематически на пресс-конференции, на брифинги, на выездные пресс-туры. Так что обратную связь будем продолжать держать. Всем спасибо за активную участие и за интерес к нашим темам. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...